Ну, первое, я хочу начать с шокирующей новости. Она еще не подтверждена, но его только что озвучили здесь, в Израиле. Иран заявил об испытании ядерного подземного устройства. Видели, да, видели. И якобы там, это не подтвержденная информация, но якобы какие-то есть там сейсмические станции, зафиксирующие какие-то колебания и так далее и тому подобное. То есть ситуация продолжает нагнетаться в самом Иране. Это первое. Второе. Я сюда приехал по личным исключительным делам. И, к сожалению, там по медицинским проблемам, причинам задержался. И живу вместе со всей страной, как живут все израильтяне, по крайней мере те, кто находится в Тель-Авиме. Сегодня четвертая была воздушная тревога. Она меня застала на спортивной площадке. Моей женой дошли до этой спортивной площадки. И мы укрывались в бомбоубежище обычного дома. Нас пустили. В каждом доме есть бомбоубежище. Сейчас современное строительство идет, что в каждой квартире есть специальная комната-убежище. Она специально сделана так, что даже при схлопывании дома она не схлопывается. И позволяет людям спастись. И там есть система вентиляции, есть система укреплений, жесткости и так далее, и тому подобное. Броневыми листами закрывается окно. В общем, люди могут уже не спускаться ни в какое убежище, а проводить вот эти тревожные минуты ожидания удара на ракетном в своих квартирах. Вот. Так что у меня четыре тревоги. Одна тревога меня застала вместе. Ну, я тут вместе с супругой. Она нас застала просто в чистом поле. Мы по глупости, тогда еще у нас не было вот этой программки, не было новостей. Мы пошли просто прогулять и удивились, что как хорошо. На взморье никого нет. Люди как-то так вот. А то обычно много народа. И вот мы идем, и вдруг на самом неудачном месте застает вот эта тревога. Она уже была третья по счету. Мы вроде бы как люди опытные. Мы, конечно, быстрым шагом идем в сторону домов, но до них далеко. Мы понимаем, что мы никакой уперщины не успеваем. По крайней мере, по времени. Видим большие отряды, значит, вооруженных сил. Ребята, молодые ребята, девушки с автоматами. И они говорят, никуда вы не успеваете, садитесь здесь у стены. Там каменная стена. Они предлагают нам сесть на землю и, как бы, так сказать, в случае разрыва каких-то закрывать голову руками. Так они так делают. И вот я всю вот эту иранскую атаку этих ракет, я все... Получилось так, что мы сидели с женой не в убежище, а сидели на улице, подперев, так сказать, спинами вот эту каменную стену. И мы видели вот эти многочисленные огни. Это были падающие обломки. Мы видели, как... Мы теперь знаем, как летит ракета. Она очень похожа, так сказать, на комету. Кстати, в родной своем небе. Вот, но, правда... Это было... Да, мы слышали вот эти взрывы. Правда, это работало ПВО. Вот она, когда сбивает уже оставшиеся вот эти цели, это такой производит эффект такого... Серьезного, как будто вот гром рядом с тобой бьет, такой вот в грозе. Вот примерно очень похоже. Ну, жутковато, конечно, жутковато. Я, правда, не успел почему-то как-то испугаться, но почему-то я был уверен, что... Я не знал об этом, что такая массированная атака, что 200 летит вот этих ракет. Звучок, Ген, звучок. Да, это у меня внук пытается дозвониться. Маш. Требует чтение своей книги от меня. Маш, пожалуйста, напери его. Вот. И мы вот это все видели. Конечно, жутковато. Когда над тобой вот эти горящие обломки, они похожи на звездочки. Вот звездочки как тают в ночи. Вот такие яркие звезды. Да, вот похоже на... Даже сложно сказать, на что это похоже. Мы все это видели. Видели, как полетают вот эти противоракеты или там специальные снаряды, как они летят на эти ракеты. Но все это было красиво, очень красиво, но жутковато. И я могу сказать, что... Ну вот в Тель-Авиве нет следов ни пожаров, ни разрушений, ничего нет. Они где-то там падали за городом. Там какие-то глухие онслуги. Даже очень было плохо слышно. Такие гулкие, такие вот звуки низких частот. Ну, какие-то там были взрывы. Девяносто там с чем-то процентов, если не сто, удается сбивать. Вот сегодняшняя атака тоже она была. Пять ракет летела на Тель-Абиве, и все их сбили. Принцип такой. Ты спускаешь, должен спуститься, если это ракеты баллистические, в течение шестидесяти секунд рекомендуют спуститься в бомбоубежище или войти в какое-то укрытое помещение и ждать 10-12 минут. После этого, в общем-то, если там нет подсорных тревог, ты можешь продолжать нормальную жизнь. И израильтяне, они уже тренированы. Грубо говоря, миллионы людей вот за эти считанные секунды, минуты успевают войти в укрытие. Но я сейчас не об этом. Я, на самом деле, сам попросил, Марк, тебя найти огромное спасибо за этот эфир. Я, оказавшись в Израиле, вот я все время внимательно следил за политикой, читал там умные статьи, слушал передачи. Я там многого ни хрена не понимал. И вот я хотел бы, чтобы понимали наши зрители, что происходит и почему война одна и та же у Украины и у Ирана. Она одна и та же война. И есть серьезные перспективы здесь, на Ближнем Востоке, добиться победы. Значит, что на самом деле происходит? Чтобы наши просто зрители, телезрители понимали. Я вот этого, может, не понимал. Может, я просто извиняюсь, если сказать, как говорится, туповат малость, но тем не менее я этого не понимал. На самом деле, вот сейчас уже, в отличие от 60-х годов, 70-х, 90-х даже годов, сейчас уже конфликт, вот на Ближнем Востоке, это не конфликт арабо-израильский. Вообще государство Израиль, 9 миллионов, там, около 9,5 миллионов человек, и из них, так сказать, этнических евреев порядка шести. При этом из этих порядка шести миллионов евреев, как пел Высоцкий, там же мы, Голдомейер, проворонили, нет, или прохлопали. Да, ведь там же на четверть бывший наш народ. Тут русский язык в идеальном состоянии сохранившийся, его можно слышать на каждом углу. Очень много наших, бывших граждан СССР. И 3 миллиона, около 3 миллионов арабов, и примерно 600 тысяч других национальностей. То есть это много национальных государств. Поэтому кто-то когда-то там кому-то обвиняет в каком-то там нацизме, это абсолютно глупо. Тут кого только не встретишь, это первое. Второе. Конфликт, который сейчас на Ближнем Востоке, это конфликт зла и добра. Это конфликт диктатур и демократии. Вот Израиль сегодня представляет из себя форпост мировой цивилизации здесь. Остров свободы, который окружен морем авторитарных, тоталитарных режимов, террористических режимов и так далее. И главный конфликт, это между Израилем, который представляет западную цивилизацию, и Ираном, который охренел совершенно, так сказать, и сейчас я объясню, как он охренел. Значит, что сделал Иран? Вот мы там начинаем терминами сыпать, там, израильская Хизбалла, там, Хамас, там, из сектора Газа, Хуситы, там, Хриниты и так далее. Никаких ни черта нет у этих всех Хизбалла, Хамас, Хуситы. Это оккупационные отряды Ирана. И оккупировал на эти территории, потому что там развалились государства. Но я думаю, что если я сейчас начну называть названия государств, которые сейчас есть в ООН, зарегистрированы, они не признаны, допустим, которые образовались на территории Сомали и воюющей Эфиопии, большинство зрителей их просто не знает. То есть, оказывается, сегодня, в 21 веке, некоторые государства превращаются в территории. В территории превращен Йемен. Там нет государства, там нет государственной власти. Они не могут справиться с вооруженными формированиями, которые там приходят и захватывают эту власть. Территорией является государство Ливан. Оно давно заявило о своем полном банкротстве, Оно давно заявило о неспособности осуществлять политическую государственную власть на своей территории. И, пользуясь этим, произошла в 21 веке гибридная оккупация территорий тех государств, которые свои, в общем, черты государства потеряли. Ну, а газа, это что такое газа? Это непризнанное государство, в котором там 20 лет назад дали возможность победить Хамасу на выборах. Хамас имел политическое крыло, и оно победило тогда на выборах. И израильтяне решили, ну, черт с вами. Хотите строить свое государство? Вот стройте, мы вам мешать не будем. Что произошло дальше? Дальше, так сказать, кто вот такие вот эти Хизбалла, Хизбалла, вот эти Хамас? Это вооруженные формирования Ирана, которые от него получают деньги, оружие, экипировку, связь, логистику, моральную поддержку, идеологию и так далее, ну, подобные, пропаганды и прочее. Да, там частично их поддерживают и другие реакционные режимы, но таких немного. Сейчас отношения Израиля и многих арабских государств вполне приличные. Более того, мы знаем, что если там Иран, защищаясь от неминуемого ответа на удары Израиля, заявил о том, что если вы атакуете наши нефтяные хранилища, нефтяные заводы, мы ударим по нефтедобывающим странам Персидского залива и, значит, подлегающих государства, граничивающие с Израилем. То есть они вообще хотят объявить войну арабскому миру. Поэтому фактически эти территории оккупированы вооруженными структурами Ирана. Он тратит миллиарды долларов на содержание всей этой хрени собачьей. Теперь дальше. Очень важный вопрос. Почему я хотел, чтобы мы поговорили в эфире? Чтобы просто люди понимали, что там на самом деле происходит. Почему вот там идут удары по домам, почему там идут иногда удары по каким-то социальным объектам и так далее. Я здесь много чего узнал, много чего посмотрел, много чего увидел. Рассказываю, что за все эти годы, в том числе годы международной поддержки ООН и прочих организаций, на деньги, в первую очередь Ирана, эти вооруженные иранские отряды занимались тем? Они размещали пусковые установки, они размещали склады оружия, не только в этих тоннелях. Тоннели, они там больше для того, чтобы уберечь, что-то очень важное, уберечь личный состав. Рылись. И там какие-то, ну, в Газе там были транспортные пути, они шли, в том числе из Египта. Там в каждом доме, в каждом дворе делались пусковые установки. Более того, новые дома, которые строились, там заранее закладывались в строительный, так сказать, план, в каких-то помещениях нахождение пусковых установок и складов оружия и взрывчатки. Сразу, заранее. Более того, значит, было сделано и в Газе, и в юге Ливана, были заключены десятки, сотни, тысячи договоров аренды квартир под одного единственного жильца, под ракету с пусковой установкой. То есть ты сдаёшь квартиру, мне платят хорошие деньги, возможно, деньги ООН. Мы не знаем, возможно, деньги ООН. Ты сдаёшь квартиру, тебе платят регулярно, жилец очень тихий, спокойный, беспроблемный, водой не пользуется, электричеством не пользуется. Но есть одно право у арендатора. В необходимый момент разбирается крыша или заранее разбирается. Как правило, это верхние этажи, либо гаражи, так сказать, выходящие во дворы, чтобы можно было выкатить эту ракету и совершить пуск. Поэтому, когда говорят, что мирное население страдает, значит, тех, кто пользовался всем этим, то есть население не просто знало о том, что готовятся эти удары, не просто видело, но в этом участвовало. Да, конечно, не все поддерживают этих террористов. Я знаю очень много случаев, об этом пишет израильская пресса, когда люди пытались, значит, об этом рассказывать и поднимать шум, этих людей либо изгоняли под угрозой физической расправы, либо просто убивали, без суда и следствия. То есть здесь, да, ну вот просто что-то произошло с Ливаном, мы знаем, да. Это была очень хорошая страна, с очень хорошими, с очень нормальными людьми, курортами, больницами и так далее. Я помню, ко мне приходил один профессор ливанский по медицине, я ему говорю, бедный Ливан, он говорит, да ты что ты у нас там? И мне начал рассказывать про Ливан, проезжай к нам, ты удивишься, какой у нас Ливан. Он действительно был жемчужиной, считали его. Я почему все это подробно рассказываю? Потому что когда вот эти крокодиловые слезы там в ООН стоят, когда уважаемый мной президент Макрон говорит, а мы не будем поставлять оружие Ливану, это вообще жутит чудовищно. Потому что как Украина отстаивает интересы всего демократического мира, так это же то же самое делает Израиль, причем с огромным успехом. Если Украине помогает весь Запад, это правильно, это абсолютно правильно. И вот эту помощь надо там удваивать, утраивать. То Израиль вопрос решает сам. Ему просто мешать не надо. И вот, например, когда они там идут на зачистку, что они делают? Вот они начали работать по ХСБАЛе. Они сделали объявление. Разослали 800 тысяч СМС. Граждане. Чтобы они покинули, ушли. Чтобы они покинули. Они то же самое делают в ГАЗах. Они пытаются избежать. Но как можно избежать жертв, если из толпы по твоим, по тебе, по твоим детям стреляют? Что ты будешь делать? Поэтому если бы, конечно, все мне говорят, вот, ну, они нарушают права человека. Я сейчас еще хотел бы один вопрос. Потом отношение Украины и Израиля очень важный момент. То есть здесь специально вот этот ХАМАС, вот этот вот ХСБАЛА, они специально сделали так, чтобы весь огонь ввелся из густонаселенных районов, из жилых квартир, с гаражей и так далее и тому подобное. То есть это сделано специально. То есть, грубо говоря, гражданское население во многом с их собственного согласия взято в заложники. И за их спинами прячутся все эти боевики. Вот просто, когда мы говорим, там, мировое общественное мнение, там, Боррельс, меня, конечно, возмущает, я хорошо отношусь к Боррелю, мы с ним знакомы, но когда Боррельс говорит, что, ребята, надо заканчивать огонь. Ребята, вы чего, вы чего говорите? Какой, чертовой матери, огонь заканчивать? Это рука щупальца, вот эта вот поганая, иран, она вот там находится в Ливане. Отрубите его к чертовой матери. Как вы можете, если вы сейчас прекратите огонь, останутся склады оружием. Знаете, сколько ракет у них осталось еще? Вот сейчас только что я слушал израильские новости. Было 20 тысяч. Уничтоженные, там, 10, что-то они там пускали. Они считают, что у них осталось там порядка 5-6 тысяч ракет, готовых к пуску. Готовых к пуску. А если сейчас начнет, если сохранить сеть пусковой установки, склады с оружием, коммуникации, логистику, у меня вопрос, как скоро Иран поставит туда новые ракеты? Откуда эти сраные хуситы, которые, так сказать, там на Ишаках ездят последние 3 тысячи лет, имеют ракету с гиперзвуком? Ну, ты мне скажи, пожалуйста. Нет, ну там, кстати, у хуситов недооценен. Там у них достаточно развитая армия, там очень много наемников, инструкторов. Кого она, эта армия может быть развита? Ну, это на деньги Ирана. Тут проблема, Марк, тут знаешь, какая проблема? Тут проблема в том, что вот образования как такового нет, образование заменено воспитанием. Воспитанием террористов. Приходят эти бедные несчастные дети, им в 6 лет уже дают автоматы Калашникова. И говорят, убей еврея. У них в учебниках написано, что это враги, и что это священный долг убить еврея. Причем, вот это мне опять, я говорю, слушай, ну что делать-то с этим? Как же международная организация? Международная организация вообще ничего не делает. Миротворцы ничего не делают. Как вот положили на резолюцию 17.01.2006 года, значит, в Ливане, там же должна была создана быть зона, буферная. Там не должно быть никаких вооруженных людей в определенной зоне. Это с первой секунды никто на нее не выполняет. И международные, значит, ни военные наблюдатели, ни миротворцы, ни все вот эти, они ничего сделать не могут. И они не поднимают голос. Потому что в школе, в детском саду с шести лет готовят в джихаду. И вот мне сейчас сказали, значит, мудрый высказанный Голдемейер, когда она была премьер-министром. Ну, помнишь, да, как мы вместо Голдемейера проворонили? И там, значит, это бывший наш народ. Так вот Голдемейеру, когда спросили, когда же закончится вот этот терроризм местный? Это не палестинский, это не арабский. Это уже иранский терроризм. Она сказала, как тогда, когда в этих странах будут детей своих любить больше, чем они ненавидят своих врагов. То есть они вот здесь воспитывают сразу с шести из пяти лет культуру, что ты должен пойти и убить. То, что тебя убьют, это никакого значения не имеет. Мы еще там, арабская мать еще нарожает. Вот, и у них там действительно всеми многодетные. И они считают своих детей пульсами, а у них не образовывают. Они ничего не знают, они Коран не читали никогда. Им вот чего говорят про Коран, про эти, так сказать, там, его традиционные ценности, то они в голове у них есть. Ведь ничего там нет. Поэтому, когда мне расскажешь про армию хуситов, про армию, так сказать, Фесбалы... Там есть колодцы, там много... Ну, понимаешь, можно и медведям научить кнопки нажимать. Можно научить. Но мы видим, что качество этих армий, оно оказалось никаким. Когда начались реальные сражения, там пух и перья только полетели. И к чему я сейчас еще хотел бы, чтобы наш эфир все-таки услышали западники. Если сейчас Иран нанесет... А если бы Соединенные Штаты Америки помогли, вообще бы был Санкт-Британии чудно. Если они сейчас нанесут серьезнейший удар по Ирану, то у всех есть впечатление, и оно, видимо, не такое уж безосновательное, что посыпется этот чертов режим АЭТОЛ сумасшедших. Что Хамени там держит наладанному 85 лет. И какие-то там идут очень серьезные внутренние разногласия. Недаром там президент нынешний, хоть там мало что значит, он пытался там начать как бы диалог с Западом, там типа замириться, наладить отношения и так далее и тому подобное. Поэтому что реакционное лобби, понятно, ему это делать не дает. Но тем не менее, тем не менее, многие обозреватели здесь считают, что удар по Ирану неизбежный удар, который будет нанесен. Вопрос в чем? Знаешь, что получается? Эгоистичные отношения. Ребята, ну не носите удар по военным объектам. Почему? Блин, у нас выборы. Сейчас под выборы вы нам выкатите этот удар. Цены пойдут на нефть вверх. А что скажут у нас наши избиратели, которые, так сказать, там судят о судьбах мира по тому, сколько он заплатит за бензин? Там 3 доллара, 4 доллара за галлоны, 4,20. Он заплатит 4,20, значит, это отразится на результат выбора. Они рассуждают примерно так. И поэтому, если сейчас будет серьезный удар, то вполне возможно, что Иран может схлопнуться в этот режим. И Иран выпадет из этой оси зла. Вот эта оси зла. Это Россия, Путин, который, так сказать, пытается уничтожить Украину. Это Иран, который пытается помогать Путину в уничтожении Украины и уничтожении всех остальных. И Северная Корея. Северная Корея, к сожалению, подтвержденно имеет ядерное оружие. Я вот сейчас только что слушал обозревателей. Они рассказали, как будут проведены подземные испытания. Они были подтверждены. После этого было заявление о том, что Северная Корея обладает ядерным оружием. К сожалению. Вот там еще один идиот сидит, который может в любой момент начать... Из-за него может произойти мировое ядерное апокалипсис. То есть это не шутки все. И вот это вот рыдание мудаков по всему миру... И вот рыдание мудаков по всему миру... С требованием прекратить... Это серьезнейший вред. Это просто предательство. Это просто предательство интересам стран демократии и свободы. Не отрубив эти щупальца к чертовой матери совсем, ничего невозможно сделать. Потому что это будет как Змея Горыныча, если ее там не прижечь. То она отрастет. Вместо одной две вырастет. Другого варианта нет. Я вообще удивляюсь близорукости западных политиков. Ну как президент Макрон, который совсем недавно еще был готов ввести ограниченный свой контингент в Украину. Можешь заявлять о необходимости эмбарго на оружие для Израиля. Но они с дуба рухнули. Ну тогда дружи с Мургена Фасо. Там с Руандой дружи. Где там геноциды в войне кровавые убили. Там по-моему 2 миллиона в Руанде убили. Да, в малюсенькой вот этой. В Лилипусенькой Руандии. Уничтожили там полнаселение страны. Но то, что надо выбирать. Это единственный форпост западных ценностей здесь, в этом регионе. Единственная страна, которая строит демократию. Да, там есть свои проблемы. Да, есть свои грехи. Да, там есть всякая политическая борьба. Да, она очень жесткая. Она переходит там. Но тем не менее, это единственная демократическая страна в этом регионе. Подожди, Геннадий, смотри. Вот если оно есть, это ядерное оружие. Что ты думаешь, и как это выглядит? И если его нет, ядерного оружия. Вот две ситуации ударов потенциальных со стороны Израиля. Что будет? Значит, если ядерное оружие есть. То это ставит вопрос о существовании всего государства Израиля. Это государство одного ядерного удара. Маленькая территория. Высокая плотность населения. И когда летят 200 ракет, из них три ядерных. Ну да, по идее какая-то пролетит. Да, какая-то может и пролететь. И поэтому, если ядерное оружие в Иране есть, я думаю, что сейчас неминуем жесточайший удар. И я считаю, что в этом ударе, на мой взгляд, должны участвовать Соединенные Штаты Америки, Великобритании и Франции. Вот такая должна быть мощнейшая поддержка. Я вообще считаю, что Запад упустил Иран. Знаешь, что, Марк, я тебе хочу сказать? Вот тут опять русская оппозиция везде ругает со всех сторон, что мы там ссоримся и прочее. А чем нам еще заниматься? А чем нам еще заниматься? Если никакой стратегии нет, если российская экспертиза не нужна, если поддержка российской оппозиции, западная коалиция не нужна, они, может, завтра с Путиным в Диос нацеловаться будут, Украина тоже не понимает важности сотрудничества. И поэтому мы сейчас отстранены от этих процессов, которые на самом деле имеют катастрофическое значение, могут иметь катастрофическое значение для судьбы мира. Вот. И поэтому, когда вот сейчас что происходит? Вот если это, почему я говорю, что должны участвовать общий враг Путин, Иран, Корея, это режимы, которые готовы мир столкнуть в пламя ядерной войны. Вот сейчас должен быть такой силы удар по Ирану, настолько должны быть уничтожены их ядерные объекты, чтобы у них никогда мысли больше не возникало о том, что они не только там сделают это ядерное оружие, но будут кому-то угрожать. Вот надо сейчас долбить. А до этого надо было, почему я заговорил про оппозицию, все силы бродят, вот Иран в миллиарды вкладывает в свои прокси, вот в свои структуры. Отчего мир-то не давал иранской оппозиции ресурсов для того, чтобы они свергли этого сумасшедшего Айталу? Вот почему, вот что вот это за чистоплюйство? Иран вмешивается во внутренние дела Израиля, Иран вмешивается во внутренние дела Ливана, Иран вмешивается во внутренние дела Гемена, Иран вмешивается во внутренние дела Газа, Иран вмешивается хрен знает в какие еще внутренние дела. Чего там нужно церемониться? Есть оппозиция, дайте им все ресурсы, дайте им возможность свергнуть этот режим, дайте им возможность вернуть Иран к нормальной цивилизованной, так сказать, сообщества, сделать из Ирана нормальной страны. Иран был когда-то нормальной страной. Во Франции, кстати, супруг живет, умерший вот этого шаха. Можно с ней встретиться и поговорить. Она много чего знает и помнит. Часть семьи в Америке живут в Лос-Анджелесе. Там они по всему свету разбросаны. Ну, мне сказали, что во Франции вот она сейчас. Ну, короче говоря, вот сейчас нужно консолидированные усилия. Не один Израиль должен воевать с Ираном, а должны подогнать сюда флоты американцы, британцы, сказать, дёрнется, сотрем в порошок. Чёртовой матери. И дать все ресурсы, необходимые для иранской оппозиции. Женщины чуть не сверли этот режим. Чуть-чуть им не хватило. Почему не помогли? Вот то же самое по Путину. Почему не помогают тем силам, которые внутри? Потому что не знают, то ли целоваться, обниматься с Путиным, запечатать с ним договоры, то ли мочить его. Вот отсюда вот и всё это идёт. И поэтому война затянулась уже на два с половиной года, почти на три. Неизвестно ещё, сколько протянутся. А работали бы внутри по ситуации, в том числе с нашей помощью, глядишь бы и не было этого уже Путина в Кремле. Вот поэтому ситуация сейчас в мире критическая. Исторический момент, ну вот он просто такой вот во весь рост. Куда мир пойдёт, это вот прямо сейчас, вот здесь вот. Вот мы с вами, свидетели, участники, наблюдатели вот этой критической мировой ситуации. Ещё никогда мир не был бы так близок к третьей мировой ядерной войне, как сегодня. И я это не потому, что я там бегаю по убежищам, тревога. Нет. Я как раз к этому отношусь абсолютно спокойно. Просто я не понимал, что в 21 веке государство разваливается полностью, проявляется в бесконтрольной территории, которая забирает тот, кто проявляет наглость, кто вкладывает ресурсы, кто ещё что-то делает. То есть просто физически идёт оккупация. То есть это гибридная оккупация, которая де-юро де-факто оккупирована, а де-юро это никак не отражено, не закреплено. Это Путин, он ещё не оккупировал, а уже написал в Конституции, что там все эти области в Россию входят. А здесь наоборот. Здесь оккупировали страны, но нигде не заявили о территориальных изменениях. А на самом деле тут Иран. Это не арабский, это не арабо-израильский конфликт. Опять вот особенность этой ситуации, это не арабо-израильский конфликт. И палестинцы тут так называемые, хотя ещё спорные названия, они тут просто фактор, они просто тут заложники, они просто тут элемент вот этой глобальной игры тирании во главе здесь с Ираном и Путиным. Кстати говоря, оружие нашли. Российское оружие нашли. Да, я видел эти фотографии, но это очевидно, оно по всему миру. Очевидно-то очевидно, но это факт доказанный. И удар-то ведь был нанесён, если ты знаешь, серьёзный удар был нанесён по вокруг базы Хменин, там, где были, оказывается, вот эти склады, подготовленные для передачи Хезболе, вот эти склады накрыли, уничтожили, но это склады российские. Россия эти, типа там, через посредников, через свои там прокладки передавала это оружие террористам, которые сражаются с Израилем. И Путин же, он является врагом вместе с Ираном Украины. Украина, и не только Украина, все Европы, всего цивилизованного сообщества. Я никак не пойму, как бы понять, этот когнитивный диссонанс. Ребята, вы либо за победу коалиции демократии и свободы, либо хрен с ней сами, пусть, так сказать, они там колузаются, эти тираны-диктаторы, ввергают мир в ядерную коколичность, погибает там миллиард-сто миллионов человек и, так сказать, ставят вас на колени до скончания века, побеждая в этом противостоянии. Весь мир будет командовать ядерными, будет, так сказать, на коленях перед ядерными шантажистами. Вот как сейчас. Вот как вопрос стоит. Гутерриш тут вышел. Ну, начал за здравие. Я послушал его сегодня речь. Начал за здравие, как он сочувствует, жертвует туда-сюда. А дальше пошло, ребята, а надо прекращать огонь. Как можно прекращать огонь, если создана инфраструктура для вечной транзитической войны? Гутерриш, вы откуда упали? С какого дуба вы рухнули? Ну, вы приехайте сюда, посмотрите, пройдите здесь, вам наверняка здесь создадут безопасность и условия, чтобы хотя бы он теперь не может в Израиль приехать. А, ну, сейчас, хорошо, по Ливану. Его провезут по Ливану. Ливанцы ликуют. Ливанцы ликуют, что Израиль фигачит этого Хезбалу. Он их освобождает от этого, от этой власти, от этой диктатуры, от этого произвола, который их там творят. Иранцы, ливанцы радуются. По их столице на ночь туда, там, где руководство Хезбалу, они радуются, потому что они понимают, что тут гидро начали, гнобить, которые, так сказать, мешают им жить нормально. И не только иранцы. А ты посмотри, вот это, там, палестинцы, 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 ты говоришь, там, армия какая. Они нихрена, так сказать, у них три класса образования. Их не пускают никуда. Их не пускают никуда. Самая охраняемая граница с железоогромными, шести, наверное, восьмиметровыми заборами, там, несколько стен, с колючей проволокой. Это все сделано для того, чтобы не пускать в Египет вот этих палестинцев. Это чего это они не пускают? А я отвечаю для наших зрителей. Это та страна, которая пускает к себе вот этих палестинцев, через какое-то время получает госпереворот и попытку установить там военную хунту и диктатуру. И поэтому все уже знают, все уже вот так вот накушались. Вот она как ситуация выглядит. На твой взгляд, если действительно удар по Ирану произойдет, если по Ливану, по югу Ливана, ну, вообще операция будет еще более успешна, она и так достаточно успешна против Казбаллы. Если, так сказать, в секторе газа убьют Сенвара и других руководителей, и сразу, скажем так, тот же успех будет справиться. Насколько Москве будет тяжелее продолжать войну в Украине? То есть это геополитические факторы, это политические факторы, это военные факторы из Ирана, они получают баллистические ракеты, они дроны получают, снаряды и так далее. Какие факторы будут решать? Или понижение вообще влияния Москвы вот на регион Ближнего Востока, в конечном итоге Юго-Восточной Азии, приведет к изменению баланса сил и внутри Восточной Европы, в Европе в целом, когда Запад может давить сильнее, почувствовать себя увереннее, если справиться с Ираном? Скажем так, как ты это видишь, повлияет на ситуацию в Украине? Давай в это так. Ну, если бы в западных странах была хотя бы одна личность, равная Черчилля, или Деголю хотя бы, то надо сейчас додавливать Иран. Сейчас можно сделать так, что Иран вообще выпадет из этой оси зла. Это будет геополитическое, стратегическое изменение. Это будет очищение политической ситуации, полностью ликвидация угрозы на Ближнем Востоке. Это будет серьезный, так сказать, шаг, который изменит вообще геополитическую ситуацию. Сейчас такая возможность есть. Если просто будет удар, даже сейчас, что будет? Вот что будет? Додавит Хамас в газе, не сомневайтесь. Уничтожит там все, что только можно, уничтожить, связанное с террором. Никто там... Там единственная проблема, они не знают, что с этим делать. То ли там устанавливать администрацию, делать органы власти и так далее, и пока не решились. У них вот военные решения есть, политического нет. Они точно додавят Хезбалу, вот этот Хезбалу в Ливане. В Ливане есть возможность вернуть ливанскую власть. И на месте бы западного сообщества я бы сделал серьезную буферную зону, но не за счет вот этих сопливых миротворцев, которые сидели на постах и получали разрешение от Хезбаллы на свои поездки. Вот до чего дошло мировое сообщество. Вместо того, чтобы обеспечить вот эту резолюцию, они потом попали в полную зависимость от Хезбаллы и писали им свои разрешения с просьбой на перемещение по территории, на которых там вообще не должно быть Хезбаллы. Поэтому там надо делать буферные зоны. Это будет тяжелейшее все равно поражение Ирана. Все равно. Там еще куситов добить надо. Вот этих вот. И это все равно скажется на внутреннем, внутриэлитных отношениях в Иране. Все равно есть возможность, которая приведет к смене власти. Это очень важный момент. Если это произойдет, естественно, Путин остается без очень важного компонента, очень важного союзника своего, очень надежного, кстати говоря, в этом смысле, потому что отмороженный Айтала, отмороженный Путин. Два отмороженных, так сказать, одиночества, они тянутся друг к другу. И это серьезно скажется на настроениях в Кремле. Они увидят, что, ребята, окажется, можно получить по морде это так, чтобы потом никакой режим не удержится. Начнут думать. То есть, вот сейчас здесь, на Ближнем Востоке, как ни странно, может решиться судьба войны России против Украины. Очень серьезно. То есть, может быть, не полностью, но тем не менее, будет серьезнейшее влияние этого фактора. Проблема тут одна. У Израиля и Украины пока не очень, скажем, устойчивые отношения. И очень много взаимных претензий и обид. Ну, мне кажется, что при всем том, что я желаю победы Израиля, мне кажется, что израильское правительство не дорабатывает, не дотягивает до понимания, что ее стратегическим союзником вот в этом сражении добра и зла является Украина. И Украина, наверное, больше права, вот обижаясь на Израиль, потому что Израиль, например, не осудил агрессию России. Он не присоединился к санкционному режиму. У них сохраняются контакты, прямые контакты с Кремлем. У них, например, посол Израиля в Киеве заявляет на своей официальной речи, что, типа, мы, да, конечно, но Россия – это наш партнер. Это заявляет посол Израиля в Киеве, но ты можешь представить, какая это реакция, естественно, у украинцев на это. Там даже можно разобраться со всеми этими резолюциями, там тоже есть лишняя обида у Израиля, что, дескать, Украина голосует не так. Украинцы говорят мне, но мы не можем голосовать, если там голосует Европейский Союз так, мы вынуждены так. Вот эта резолюция, когда мы когда-то там не признали Палестину, это вообще идёт из Советского Союза, из 70-х, 70-х годов, это мы в современной истории не поддерживали это, не признавали, и дипломатов там отозвали, у нас там один человек остался в Палестине для решения каких-то таких уже экстренных вопросов с нашими гражданами. Кто там замуж вышел, кто там женился, и так далее. И вот мне кажется, что сейчас очень важная задача западной дипломатии, на мой взгляд, подтолкнуть Израиль, который может много... Израиль помогает немножко. Ну, очень немножко. Они, например, Украине там дали систему организации оповещения, вот эта вот система, какие-то механизмы ПВО и так далее, это очень важно, спасает население. Но, тем не менее, сотрудничества Украины и Израиля недостаточны. И в первую очередь, это, к сожалению, объясняется непонятной для меня, например, я не могу понять это, позиции правительства Израиля, потому что тут поменялся барометр. Если до вот какого-то периода 40% только поддержали Украину. Я приезжал в 22-м году, в аэропорту были, мы стоим с Украиной, мы поддерживаем Украину, огромные лозунги. Вот. Но тогда 40% поддержили Украину, здесь общество. А сейчас больше 70% населения Израиля, Израиль, это социология официальная, поддерживают Украину. Но правительство продолжает этот инновационный сценарий, а у нас есть отношения с Путином. Я не понимаю. Путин дает оружие Хизбалле, Путин дает Ирану, помогает ему с ядерными технологиями, Путин, значит, по сути дела поддерживает. Ты знаешь, что Хамас имеет предстоятельство в Москве? Да это известно. Посольство. Хамас. Хамас имеет посольство в Москве. Фактически. Путин, друг всех террористов, как Израиль может считать Россию своим партнером. Вот я никак не пойму. Вот ты мне объясни, может, я что-то уже... Поэтому ситуация, она вот такая, что очень важно сейчас сблизить, мы, наверное, вряд ли повлияем, может быть, только подтолкнем, может быть, какими-то там своими мыслями, но очень важно сблизить сейчас, мне кажется, сотрудничество и взаимопонимание между Украиной и Израилем. Оно хромает. Его можно и нужно сделать более масштабным, более объемным и так далее. Чтобы действительно вот это противостояние добра и зла, диктатуры, тирании, значит, всяких и демократий, оно бы обрело более четкие очертания. И тогда можно выбить Иран из этой оси зла и не только Иран. Естественно, нанести серьезный ущерб путинской военной машине и в оборонному комплексу и, главное, вот он окажется опять в новой изоляции, если Иран выбить из этой оси зла. То есть, Путин почувствует, что сжимается, как говорится, кольцо вокруг него. Это очень важно. Продолжение следует... Продолжение следует...